Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами мы в полном составе. Мы вас сегодня приглашаем в новый выпуск из Паттали. Сегодня будет очень много всего интересного, поэтому ни в коем случае не перематывайте, не ускоряйте, смотрите внимательно, ставьте лайкосики, пишите комментарии, делайте репосты в свои социальные сети и погнали. Первый наш паттайский завтрак. Вкусный манго, паттайя, номерочки. Паттайя или папайя? Папайя и паттайя. Папайя, держи, милочку. Позавтракали, фруктами зарядились, и теперь мы двигаемся купаться в бассейн. Мы уже даже в душах сходили. Вон, парни уже все сделали заплыв, кроме меня. О, Тёмка вон уже вовсю. Как тебе, Родик? Да. О, как Тёмка долго под водой плывет. Ночи, ночи, я ползу! Так, ну ладно, мне тоже надо искупаться. Вон там мелко, а здесь глубина. Сейчас попробую до дна достать. Вот я руки вытянул, они тоже ушли под воду. Готовим сегодня суп наш любимый. Курица, картошка, морковка и лычок. Сто лет не ели. А ещё у нас здесь не хватало тарелок. В итоге я ему написал, хозяин, он приперон 5 новых тарелок. Стоять. А, ну ладно, а здесь не есть здесь вот. Вот такая, ну ладно. Здесь, да, а здесь, да. А, ну ладно. Я, другая, элд. Безпред. Ну, надо будете работать в 위вании на бэ. Таршки, абрята, так сказать. А, пляш. На нас. Ну, ты сказали, ты что я уже зареваю? Серная партия готова. Умы с друзьями. Поиспол twice к бедanzам. Я, пляш. Уwy селых. А, ну ладно. иногда это лучшее решение ближе к вечеру решились все дружно прогуляться до едет каравел сразу вспоминается наш машина так скучаем уже на самом деле я думал здесь таких нету а здесь такие есть только на правом руле поэтому мне кажется следующее путешествие в таиланд будет действительно у нас на своей машине это будет вау контент сто процентов в общем идем на рынок сейчас поглазеем там подкупим я вчера там смотрел 4 килограмма манга можно купить за 100 бат что считаю очень круто это белый манга погуляем там посмотрит очень классная атмосфера туда по вечерам прям слетаются все русскоязычные ребята и там действительно классная атмосфера что пойдемте вот вход на рынок видите написано welcome и по-русски еще и добро пожаловать с 12 до часу работает здесь вот так же написано по-русски режим работы ну все welcome здесь походу мы купим чемодан потому что мы не помещаемся не хочется таскать столько рюкзаков чё это нельзя не продают еще не вечер поэтому людей совсем немного а сейчас вечером будет все забиты этот в прошлом выпуске показывал вот косметику можно купить все чё угодно вообще абсолютно это именно натуральная там природная все как они любят вот можно всякие платьюшки купить прям идеально по погоде и шапки купальники циники стать вообще нормальные типа панамка там 150 бат мирошка нам сюда мирошка идемте дальше вот всякие бусы и украшения чувствуешь запах это как на рынке турист помнишь нас чете был рынок заходишь и вот этот вот прям запах ну я к туристу то я возле туристы жил вот чемоданы кстати он 1250 бат такие вот чемоданы 1690 бат нормальные цены ночёчки можно взять всякие разные но в это что такое непонятно что за 80 бат надо не знаю настоящие или нет вот zara тут жилые витон это типа ли может быть коллаба либо какая-нибудь фигня левая 480 бат артемка купил мирошки паровозик них один паровозик не может пройти мимо все мы короче каждый день покупаем мирошки мы не взяли багаж не взяли игрушки книжки не берем будет каждый день покупать по-русски все написано карту фри самое продаваемое меню шпажки пошли какие тигровые приветствовать на всем рынке вот эти шпажки 50 бат я когда хочу сказать валюту у меня вся валюта в голове в 10 типа 40 там дальше есть по 30 кукурузка вареная по 20 чего здесь только нету запрос какой-то рай вот еще одни шпажки а вот здесь где-то есть даже русское меню вот здесь можно взять котлетки всякие пожалуйста фото это запеченный макаронный пирог рульки всякие по ценам готовые суши 10 бат стоят опа идем дальше огромное количество рядов здесь можно также посидеть он рыбок всякая разная какой только нету червяки вот продаются пожалуйста да все это будешь таракана нет почему все мы будешь таракана мерзость какая скорпион есть и вот они вот можно пустрицы крокодила гребешок лягушка и даже медузу можно поесть вот пожалуйста палатка чистая с русской едой с русскими названиями блины всякие курица запеченная котлетки куриная говяжья макарошки гречка пюрешка квашеная капуста или какая она сушеная вон все для нас пожалуйста можно остаться здесь жить но дальше уже вообще фруктовый рай вот всякие уже готовые нарезки не трогай пожалуйста пальчиками все по 40 вот если манга брать 50 но я нашел палатку это за килограмм а я нашел где 100 за 4 килограмма и 4 пола там не трогать ничего мандаринки продаются так что здесь у нас еще бананы по 60 есть по 50 я не знаю что за фрукты даже пробовать пока не охота а вот здесь кстати покупал вот если но на суп надо всем картошка морковка вот так я и говорила да супер так вот а это а это будем брать сейчас мы наверное все возьмем экзотическое попробуем дали какой-то манкусинном насенка пробует 90 стоит как чеснок знаете такой молочек кутов и даем когда вы пробуете 5 минут он сколько давай делай что это что шикольник можно что вкусный это вот этот херовина мы целый мешок набрали короче сейчас домой придем покажу всего лишь на 390 вот это у меня сегодня будет ужин настенка себя взяла рыбу сейчас посмотрим как у них тут дела какие дети себе взяли кокосы но не только дети еще и настенка себе взяла кокос салат как он называется папайя салат пюреха на кокоса молоте горит сладкого номер ошки постем к рыбку наяривает кусочек а будешь со мной эти штуки я не знаю вечера вообще просто полная посадка вот это да загнали детей на площадку точнее они сами загнались сюда стоит 30 минут 100 бат 30 минут 100 бат стоит до 30 минут 100 бат стоит 30 минут 100 бат стоит 30 минут 100 бат он и мир рожка тут же с ними мы почти дома мы в комплексе сейчас покажу всю корзину вот эту огромную фрукты в котором мы купили вот это да я сейчас они не знают вам передать весь объем этого пакета но это на самом деле целый мешок вот если здесь все доставать начать очень плавно то понятное дело что у нас получается кокосы которые дети пили но и завтра будем есть владимир кстати обязательно брать иначе они не будет кирдык вот такие запахи так это у нас мангустили маракуйя вот именно я это думаю это у нас попали здесь килограмма 2 так вы помните что у нас 4 4 килограмма манга ребят я еле держу вообще этот пакет это невероятно ананас то что такое огромное запахи на 2 вышел вот это вот мангустин и драгон все это наверно будем уже завтра утром пробовать на ночь не будем вот вот такая история вышла на 300 ну грубо говоря 400 бар есть сейчас по сегодняшнему курсу это умножать на два с половиной то даже 1000 рублей нету мы вот за вот эти все экзотические фрукты а далее нет вы меня больше всего поражает вот эта штука вот 100 бат 250 рублей 4 килограмма вот это я понимаю вот это доброе утро у нас тут вон яиха жарится правда крышка да не по размеру почему-то с крышками прям засада сейчас все это почистим нарежем ай-яй-яй вот в чем мы хотели эти кстати более зеленоватый еще манга поэтому я положу чтобы они доспевали а который прям такие спел и убрал холодильник вот это вот действительно доброе утро человек голову поднимаешь там океан солнышко светит просто потрясающее ой наконец-то в лете наконец-то сезонные фрукты вся эта вкуснота все пробуем новый виды фруктов так давайте вот это это у нас маракуйя маракуйя это очень круто держи темка нормально открывай вот прям с косточками его чикс мироченьки вкусно вкусно мироши это кстати вот 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 это тебе надо сейчас давай маракуйку съедим вот мирошин кстати фрукты это маракуйя он любит кисленькие следующий фрукт не давать вот маракуйя еще есть у него два еще на выручку права вот этот это dragon вообще не знаю что это за фрукт слушаем ты знаешь это клёво знаете на чё dragon похож на киви только он белый и без такой ярко выраженной кислинки в целом очень прикольный мы пошли на закат это по моему будет наш первый закат на море но мы не будем просто там сидеть мы хотим дойти до рынка который находится в районе джамкен хотя мы тоже живем джамкене именно сам рынок вот туда дойдем то нам идти три километра по моему одну сторону можно чуть побольше такая длинная длинная набережная будем идти смотреть на океан новая набережная я недавно сделали и отсыпали пляж и сделаю короче о культуре или раньше там ничего не было насколько я знаю а сейчас будем смотреть когда там все выглядит красиво только вышли да и вот уже море виднеется вот она есть что провода знаете мешается наслаждаться видом идти к морю реально вот просто одно удовольствие ты идешь и прям ну класс вроде прикольные вот эти домики видите балкончик но посмотрите какой вид у них во первых шумная улица а во вторых все на провода это как знаете мы сняли квартиру в бангкоке и была пометка что есть балкон балкон есть есть хорошо в итоге это балкон подъезд подъезд представляете вы кстати поставил выпуске из бангкока обязательно посмотрите мы на самом деле в этом мегаполисе вылюбились здравствуй пляж здравствуй пляж но мы идем дальше нам не до этого пляжа и кстати уже показа мы здесь купались вообще нужно было идти вот по вот это вот прекрасной тропинке они по дороге а вы сейчас затупили немножко но это бывает мы же первый раз вот мы попали на эту дорожку здесь очень классный такой вот теневой проход и на самом деле это по ходу и дело и есть набережная прям вот так вот вдоль пляжика идешь здорово да море да сына держись держись да мне долго я радовался все закончилось на этом вот надо было все таки по дороге идти ой какая красота вот эти все острова впереди куалан ланкон как-то так они там называется здесь кстати вот вроде это не сама набережная но в любом случае небольшой кусочек получается проходишь и все дальше начинается вот пожалуйста нормальный тротуар а это аквапарк между прочим вот вход да видишь как здесь здесь прям прикольно гидрики можно брать кататься можно во любом порубиться кстати аквапарк на самом деле такой немаленький но людей вообще нету вообще пустой прикиньте но почему не понятно но он такой не новый старенький есть конечно прям новые горки мирошка мы пойдем туда все еще раз вот как он просит мирошка как ты просишь в аквапарк как ты просишь ты вот так вот хочешь сильно сходим сходим сынок этом пляже кстати вот лежачки и зонтики пожалуйста все такое уставшая конечно и делают вот пожалуйста массаже можно прямо на пляже весь сделает ой морить сколько белок это нашествие белок просто понимаете мирошка смотри белый и оранжевый а не смотри олиху но я ничего себе ой-ой-ой тихо-тихо броситься да ничего себе черная белая такая такая нифига себе белки всех цветов кстати средняя цена на массаже примерно 250 бат вообще вот сколько я смотрю там погляну есть за 200 и за 150 и за 500 но видимо смотря что тебе делают он среднем 250 и поскольку смотрю ценники одинаковые везде здесь кстати по то есть серфинга нету но зато есть виндсерфинг то есть это ну как бы тот же серфинг только под парусом двигаешься одессе гляньте какие сосенки да тропические идем и не мог просто даже не показать смотрите есть предупреждение что есть медузы хоть и редкие да но можете вылететь ну и собственно первая помощь если вдруг попался на медузу на русском прикиньте на китайском и русском а вот здесь очень дальше прошли стричка классный пляж тенек вот просто отпалим будет шикарно кстати парковка платная джан донгтан паттайя бич этот называется пляж такая инсталляция буквенная но вот сколько идем вот этот пляж прям походу самый лучший за счет этой красивой все истории в виде пальм набережной широкой парковки сочку не широкий но очень уютный и вот называется джам тен бич дошли до него здесь вот скульптура кает стоит ну и тоже есть опознавательные знаки что это он и есть ну да вот джам тен паттайя бич вот отсюда кстати отчетливо видно и вот огромная-огромная такая многоэтаж когда конда и вот наверху них прям пальмы высажены прикиньте там какая инфраструктура сверху целый наверно в парк сделали такие кстати конда очень много единственного что нам не нравится что-то многоэтажка очень много квартир очень много людей в сезон это будет жесть везде и в бассейнах и так далее и так далее вот идем и думаю что вот у нас например как-то поинтереснее будет у нас поспокойнее вот это все движухи нету бесконечного до трафика мотоцикла вру 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 ну и как-то у нас пляж такой аккуратненький на самом деле здесь как-то все что-то по непонятно палаты к на все такое уставшие видимо недавно не обновляют все свои лежаки чё думаете вы напишите там в комментах его ложка радуется потому что мы дошли до детской площадке посмотрите она у прямо возле моря прямо на пляже стоит очень большая вот начинается ночь маркет называется типа ночной рынок сидела здесь кстати на этом на этой детской площадке разуваются дети даже взрослые все разуваются чтобы видимо что вы видимо не пачкать но на самом деле кстати правильная идея я думал площадка больше ты мне сказала она такая большая что пойдете бегать да вот сюда с краю поставьте пожалуйста ботинки да прикольно пока дети бегают наслаждаются можно залипнуть на закат ну разве это не круто ай а и и и и и и и но пока вы наслаждались закатом дети наигрались и мы попадаем на ночной рынок джам тьен люди кушают с видом на море школьная атмосфера вообще идея этих рынков конечно очень крутая здесь все то же самое по сути одежда все тоже самое одежда и еда очень мирошка слова не может пройти мимо и снова выбрал себе опять паровоз мне как-то на этом рынке очень-очень тесно но зато здесь на какие-то позиции ценники по интересу например шпажки по 20 вообще но это не куриное филе и не свинины что-то другое сейчас полноценные посмотрим по 25 вот есть по 40 свинина по 40 чуть получается подешевле мы здесь очень тесно вообще не пройти не проехать вот это да вот даже пирожки с кексом есть цены короче плюс-минус одинаковые но здесь говорю прям очень тесно и некомфортно ходить насенка себе взяла вот такой вот морской какой-то коктейль прикольный на плоти 80 микс си-фуд 80 бат стоит но готовится прикольненько сейчас у насенки будем издавать что по вкусу да теплая теплая здесь вот стоят такие типа коктейли заготовки ты выбираешь какой вкус хочешь там банан мандарин лайм и так далее так далее мы взяли четыре разных 25 бат стоит вон вроде уже наяривает свой арбузный решили мы ужин и рисом я здесь мире с насел к себе что-то такое вот морское взяла салат а кстати там чувак это готовит к это блюдо 60 по моему стоит такая очередь куда я думал здесь сюда приедем надо будет попробовать именно то вообще мне рынок не нравится он очень узкий прям аж дискомфорта ну и что как там твое блюдо вот как-то в лунке забивается личная какая-то смесь очень вкусно пока мы кушаем там мирошка с родиончиком катаются на машинах опять тёмку развели но после всего этого ему там подкидываю но сам факт того то что темка приучается как бы ну не жадничать накопленные деньги дать его вот так вот тайцы возле моря отдыхают собираются семьями мы кто-то не семьями и пусть это получается на набережной мы идем уже обратно сейчас света будет больше покажу что необычно тогда не ну там есть вон на берегу кто не знаю видно будет не видно ну да и на берегу сидят и сосну в основном в основном вот сидят они на тротуаре да вот так вот сидят все мечтают фотаются коктейльчики выпивают кушают прикольная атмосфера кто-то уже спит вот смотрю на все эти кондиниумы да и вот они еще полупустые все внутри окошко горит везде под этот замечательный танец для вас он тайчик мы отправляемся домой не забывайте ребят писать комментарии и напишите какой рынок вам понравился больше я буду с вами прощаться до нового выпуска из таиланда пока и